Всем привет! Время уже 12, понедельник, и позвонили в сервис, сказали, что машина готова. Сейчас вызовут такси, еду на сервис. Я сейчас выехал с сервиса, проехал Рокинатор V5 по трассе, пустой. Жму на газ, в принципе, вообще даже стало как-то лучше слезок поднимать. А у меня стоит еще третий фильтр, это за баком. Я не знаю, я так уже купил машину с таким фильтром, с третьим фильтром. В общем, он, скорее всего, был забит. Так вот, и на сервисе как раз-таки вот этот фильтр третий. Его как бы обошли. То есть, спереди у меня фильтр стоит и возле бака. А третий фильтр мы отключили. И машина прям намного лучше стала ехать, как будто прям заново ожила. Не знаю, очень нравится, особенно с низов. Я еще понял, когда с базы выезжал, как будто вот реально мощность прибавилась. Вот сейчас вот еду делать путеволист у механика ставить. Сегодня медика, наверное, не пройду. Хотел сегодня в рейс ехать, но постоянного... У одного постоянного заказчика сегодня заказов нет. Будут, скорее всего, завтра. Поэтому есть, конечно, груз еще с Кузнецком. Сейчас я сделаю путевую, какая-то механика пройду. Если все нормально будет, Если груз не заберу, тогда я его заберу. Здесь вечер, мне там сказал, вроде в Московской области. Я забыл, какой, потому что особо так не слушал. В общем, что-то там в районе 30 тысяч рублей. Да, я знаю, это мало, потому что надо до Кузнецкуда ехать обратно. Но хотелось бы сделать до 23 февраля еще рейс. Если получится, получится. Нет, значит, завтра от постоянника уеду. Вот так машинку намыл. Машина чистая, но погода опять плюс. С одной стороны хорошо, но с другой вся машина у меня уже грязная. От этого, конечно, неприятно. Так, друзья, сейчас возвращаюсь домой. Диспетчер вам сказал, что возьму этот груз. Возвращаюсь домой, забираю вещи. Потому что думал, что сегодня так особо в рейс не поеду. Вот, только куртку взял с собой. И выезжаю в сторону Кузнецка. Там 2 тонны будет, 40 кубов в Химке. В принципе, я думаю, что это неплохо. Ну, потому что сейчас я рейс не сделаю, я тогда его вообще не сделаю. Ну, до праздников, до 23-го уж точно не получится у меня поеду. Надо сейчас ехать, что там уезжать. Правильно. Вот я так подумал и поеду в рейс. Вот, друзья, о чем я и говорил. Только выехал с мойки, проехал прям буквально на 10 километров. Все, снова грязная машина. Ну, так хотя бы помыть не мешало бы, конечно, поэтому ладно, что страшного. Так, а по поводу фильтра я сказал вот про вот этот фильтр. То есть его отключили. Он, короче, был забит, в принципе, его не нужен. Потому что есть этот фильтр, есть другой фильтр, третий, в принципе, да и незачем. Вот, а пока такой беспорядок. Кроссовку проехал, ну, я коврики убрал. Вот, сейчас уже на загрузку приеду и там уже приберусь. Все, воздухом выбью. Пока вот так. Ну, ладно, что страшного. Еще надо заехать сейчас на заправку будет. И еще взял пульт. Пульт от подсветки. Я забыл совсем, что здесь подсветка есть в ногах. И вот куда еще кроссовки я ставлю, подножки. Я давно еще установил, наверное, когда еще делал полы, по-моему, да. Прокатался так пару месяцев и потерял пульт. Вот сейчас пульт снова купил. Ну, месяц с этим, с лентой. Сейчас приеду на загрузку, посмотрю как раз все. Как работает. Вот так все нормально. Все, друзья, поеду я в Кузнецк. Ехать мне часа полтора до пяти часов. Мне надо уже как раз успеть переехать. Кстати, в кроссовках вообще неудобно ввести. Я как-то уже привык без обуви кататься. Вообще не привычно. Ну, ладно, что сейчас тут? Я целюсь вот так. Полтора часа. Нормально будет. Итак, более-менее здесь грязь вытер. Вот так вот продул. В коврике сейчас накину, потому что не могу я в кроссовках ездить. У меня ноги сразу потеют. Пока так накину. Потому что у меня тут уже остальное вообще сделаю. Все, заправляюсь. Прям полный бак заправлю на Лукойле, потому что заправка нормальная. И сразу выезжаю. Ну, уже сразу на выезде из города. Все, лимит сработал. На 9 тысяч. На 10 тысяч рублей. Ладно. Ну, все, осталось мне 32 минуты до загрузки. Машина так же ведет, теперь все хорошо. Значит, было дело в этой фильтре. Я уже так есть хочу, кстати. Потому что с утра я только ничего не поел. Сейчас время терять не буду. Сейчас сначала езжу на загрузку, загружусь. И потом вернусь. Я в одной кафешке останавливаюсь здесь. После Кузнецка. Если ехать в Самару. Очень вкусно. И хотя бы можно нормально перепарковаться на стоянке. Всегда большие порции. Поэтому сейчас, если что, как вернусь, как после загрузки, я сразу вам покажу эту кафешку. Ну, все. Кузнецк налево. Осталось, например, совсем чуть-чуть. И я на загрузке уже позвонил. Предупредил, что я приеду. Мне объяснили, что у нас сначала в описи подняться, ввод документы забрать. Такие-то и какую-то еще папку с документами. Вот. В общем. Я просто сюда звоню заранее, чтобы потом уже на месте не стоять, не выяснять вот это, куда идти. Спрашиваю, что ты как. Мне говорят. Закажите пропуск там. Или там проведите сюда для документов. Приезжаю, паркуюсь, уже иду дела делать. А некоторые водители. Вот мне диспетчер даже рассказывает. Приезжают. Перед воротом устанавливаются. И давай звонить диспетчеру. Он мне говорит, зачем вы мне звоните. Если есть контакт, который я вам указал в сообщении. Позвоните на склад. То есть, вы же там, на месте. И позвоните. Но водители некоторые предпочитают звонить все-таки напрямую. По своему логическому. Думаю, что что-то из этого решится быстрее. Это не так. Друзья, ну все. Пропуск я заказал. Документы я забрал. Теперь остается только ждать на парковке, когда пригласят уже на ворота. Так, подсветку я сделал. Включил. Но, я не знаю, на пульт не реагирует. Хотя как-то она включилась. Сейчас покажу. То есть, на пульт нажимаю. А, ну вот. Да, все работает. Просто, наверное, я датчик спрятал. Вот он стоит. Надо надо оттуда достать, чтобы он ловил нормально. А так подсветка и здесь. И здесь, и здесь. И в ногах там. В принципе, нормально. Кстати, пусть пульт подошел. Но я жду загрузку. Когда я позову на ворота. И начну загружать. Я думаю, что в течение часа должны уже позвать меня. А так еще сейчас я в спальнике прибрюсь. Ну, прибрался почти сейчас. Здесь еще пыль продую все. Соберу это по мелочи. Сейчас можно даже стекла протру все. Вот там есть средство одно. Вот оно. Сейчас стекла все сделаем. И тряпочками есть. Сухие, чистые. Так-то все, друзья. Буду убираться. Время, чтобы не терять. Сейчас фура загружается. Точнее, да, загружается. Уже все там заканчивает. Она отъезжает. И я заезжаю. Документ я отдал на склад. В салоне прибрался. Все дела сделал. Сейчас загружают. Едем кушать. И выезжаем на Москву. Ну, ничего, сколько подождал? Минут 20. Нормально. Адекватно. Ну все, я припарковался. Теперь жду, когда меня загрузят. Я позвонил уже и на разгрузку. Они работают с 10. Как раз объяснение, как проехать. Вот. Поэтому, в принципе, я думаю, проблем никаких не будет. Я сказал, что завтра у меня загрузка есть. Ну, когда так уже по времени понимать, сколько будут разгружать. Сказали, что не так долго. Но, опять же, кто-то говорит так, кто-то говорит вообще. Очень быстро в итоге задерживаешься там на полдня. Поэтому завтра все будет видно. А я все, выезжаю из Кузнецка. Подъезжаю к кафешке. Постоянно тоже здесь остановлюсь, когда еду там в Самару. Очень вкусно. И очень большой порции. Дорожка немножечко неровная. Там еще будет фаров потерять, потому что ничего не видно. Вот сюда прибаркую и за вборую. Мы никому не помешаем. А кафешка вон там. Друзья, но я же ерунду никогда не посоветую. Поэтому, кто мимо проезжает, всем советую заезжать и не пожалеете. Хочу выбросить мусор. Бокалочки остались. Вот эти вот. Масло. Поэтому, друзья, выбрасывайте всегда весь пластик, весь мусор на мусорку. Потому что мусора на дороге и так достаточно полно. Ведь с одной стороны же нетрудно. Выбросил и все. Чтобы матрасу не кидать. А то просто я постоянно замечаю такие моменты, когда стоишь так на обочине. И водители, не только легковых, но и грузовых, просто все кидают на дорогу, на трассу. Даже не мусор. Вот так делать не надо. Проезжаю Пензу. Время уже 8. Часы на магнитоле отстают. Так как, скорее всего, из-за того, что аккумулятор снимали. А здесь вообще время 10 утра. Что-то, кстати, так спать хочу. Снова. Не знаю, может, конечно, не выспался. Блин, не знаю. Я бы, конечно, сейчас еще поспал. Может, так и сделаю, кстати, попозже. После спаски, где-нибудь. И в шансхе лягу хотя бы на часок. Все равно торопиться. Сейчас. Все равно торопиться некуда. Там не надо быть, по-моему, с 10, с 4 или с 5, я вообще не помню. Короче, если что, торопиться вообще некуда. Поэтому, можно же еще и посплю. Да, друзья, настолько сильные здесь кочки, что даже люди просто пробивают колеса. Проезжаю Рязань. Сейчас надо будет заехать в заправку. Новый бойл заправиться, чтобы уже завтра просто уже заливать. Там, может, загрузку надо будет успеть. Что время лично терять, в общем. Вот так поспал часика два, прям нормально выспался. Отлично. Я думаю, отличное. Но если нечесть наскать, ведь остановлюсь, посплю. Как я и говорил, опять же, торопиться некуда. Дорога, кстати, рада. Дорога сухая, погода вообще нормальная. Ни снега, ни дождя. Сухая. 7500 это 120 литров. Баки в каком. Полный баг. То есть за 800, 800, сколько там у нас, 812 километров потратили мы 120 литров. В принципе, неплохо. Хотя я ехал 90, Сколько там, 90, 95, то есть даже где-то временами под соточку. Ну, в принципе, нормально. Так, ну, один уехал, потому что, скорее всего, там машины заставлены. Я думаю, что сейчас я вклинюсь как-нибудь, аккуратненько так, чтобы никому не мешать. Еще и зеркала все запотели, вообще ничего у них не вижу, точнее, как запотели, замерзли. Припарковался, сейчас посплю, часа два, потому что прям сон глонит. Осталось ехать не так уж и много, по сути, там сколько, два часа, вот. Ну, торопиться, опять же, нам некуда, поэтому лягу, посплю и буду потихонечку выезжать. Ну, сейчас часа на два лягу, а так все нормально, заправился. После разгрузки уже не придет заправляться, мне тратится время заправку, а сразу поеду на загрузку.